Варктром студио представляет Бардот Хёдол, Тибетская книга мертвых Воззвание к Буддам и Бодхисаттвам о спасении О Будды и Бодхисаттвы, обитатели десяти направлений, Сострадательные и всеведущие, обладающие пятью видами глаз, Исполненные Любви, защитники всех разумных существ, И явитесь сюда в силу сострадания и примите эти материальные и духовные жертвы. О Сострадательные, вы наделены мудростью понимания и состраданием, исполненным Любви. Вы совершенно в деяниях и простираете силу своей защиты за пределы мысли. О Сострадательные, сей человек уходит из этого мира к берегу иному. Он покидает этот мир, у него не осталось выбора, кроме как умереть. Нет у него друзей, он тяжко страдает. Нет у него прибежища, нет у него защитника, нет у него союзников. Свет этой жизни догорел, он уходит в мир иной. Он вступает в плотную тьму, он падает в пропасть, он входит в густой лес, Сила кармы преследует его, он вступает на великую пустошь. Великий океан уносит его прочь, ветер кармы влечет его, Он идет туда, где нет твердой почвы. Он вступает в великую битву, и спалинский злой дух схватил его. Посланники владыки смерти страшат его. Вновь и вновь переходит он от одной жизни к другой в силу кармы. Он беззащитен. Настало ему время двинуться в путь одному. О сострадательные, будьте прибежищем ему, не имеющему прибежища. Защитите его, охраните его, уберегите его от великой тьмы бордом. Отвратите его от великого урагана кармы. Избавьте его от долгого и опасного пути через бордом. О сострадательные, будьте щедры в своем сострадании. Спасите его, не дайте ему постреннейшие сферы. Не забудьте своих обетов. Но без промедления направьте силу своего сострадания на помощь ему. О Будды и Бодхисаттвы, будьте щедры в своем сострадании и искусных средствах ради него. Уловите его своим состраданием. Не допустите, чтобы разумное существо вверглось во власть дурной кармы. Да будут три драгоценности прибежищем от страданий в бордо. Великое освобождение посредством слушания в бордо. Первая часть. Ом. Пред гуру, тремя каями склоняюсь в почтение. Пред Амитабхой, безграничным светом, Дхармакайей. Пред мирными и гневными лотосовыми божествами, Самбхогакайей. Пред Падмасамбхавой, защитником живых существ, Нирманакайей. О, сын благородного рода, ныне настало для тебя время искать путь. Как только твое дыхание остановится, Пред тобой забрежет изначальная лучезарность первого бордо, На которую я уже указал тебе твой гуру. Это Дхармата пустая и открытая, Как пространство. Это лучезарная пустота, Это чистый обнаженный ум, Не имеющий ни центра, ни границ. Распознай же ее и останься в этом состоянии, И я укажу тебе на нее в то же время. О, сын благородного рода, Ныне достиг ты того, что называют смертью, А посему следует себе принять такой настрой, Ныне достиг я часа смерти, И ныне посредством этой смерти Приму я настрой на просветленное состояние ума, Дружелюбное и исполненное сострадание, И достигну совершенного просветления, Ради блага всех разумных существ, Число коих беспредельно как пространство. С этим настроем в сей же миг, Ради всех живых существ, Я распознаю в лучезарности смерть Сиддхармакаюн, И достигнув в этом состоянии, Наивысшего свершения великой печати, Я буду действовать во благо всех живых существ, Если же я не преуспею в этом, То распознаю состояние Бордо, Когда вступлю в него, И обретя неделимую форму великой печати в Бордо, Буду действовать ради всех живых существ, Число коих беспредельно как пространство, Являясь в том виде, В каком каждому из них это пойдет во благо, Не отступая от этого настроя, Вспоминай и практикуй медитацию, Как тебя учили в прошлом, О сын благородного рода, слушай, Ныне чистая лучезарность Сиддхарматы сияет пред тобой, Распознай ее, О сын благородного рода, Сущность твоего ума, В этот миг чистая пустота, Чистая пустота, лишенная Всякой вещественности, качества и цвета, И это сама дхармата Будды женского рода, Саманта-бхадрим, Ум твой пуст, но это не пустота, не бытия, Ум твой свободен и полон сияния, Чистый трепетен, И он есть Будда мужского рода, Саманта-бхадра, Эти двое ум твой, чья сущность пуста и невещественна, И ум твой трепещущий и светозарный, Нераздельный, И это дхармакая Будды, Ум твой нераздельность ясности, Пустоты в форме великого света, Он не рождается и не умирает, Это посему он есть Будда безграничного света, Пойми это, и этого будет достаточно, Распознав Будду в чистой сущности своего ума, Одним взором вглубь своего ума, Ты войдешь в ум Будды и пребудешь в нем, О сын благородного рода, Слушай внимательно, Не отвлекаясь, Есть шесть состояний, Бордо, Бордо рождения, Бордо сновидений, Бордо самадхи медитации, Бордо предсмертного мига, Бордо дхарматы и Бордо становления, О сын благородного рода, Ты испытаешь три состояния, Бордо, Бордо предсмертного мига, Бордо дхарматы и Бордо становления, Лучезарность дхарматы в Бордо предсмертного мига, Сияла пред тобою до вчерашнего дня, Но ты не распознал ее, И вот вынужден блуждать здесь, Ныне ты испытаешь Бордо дхарматы, Бордо становления, Так что распознай, Не отвлекаясь, То, что я покажу тебе, О сын благородного рода, Ныне настало то, Что зовется смертью, Ты не одинок в расставании с этим миром, Это случается со всеми, Так что отринь страсти и томления По прошедшей жизни, Даже если страсти и томления Охватят себя, Остаться здесь ты не сможешь, Сможешь лишь блуждать в сансаре, Не желай и не томись, Вспомни о трех драгоценностях, О сын благородного рода, Какие бы устрашающие проекции Не явились тебе в Бордо дхарматы, Не забудь этих слов, Но иди вперед, Вспоминая, Что они означают, Самое главное, С их помощью Распознать Истинную сущность явлений, Ныне, когда Бордо дхарматы Брежет предо мной, Я отрину все мысли, Исполненные страха и ужаса, Распознаю во всех явлениях Собственные мои проекции, И признаю в них видения Бордо, Ныне, когда достиг я Этого решающего мига, Не устрашусь я мирных и гневных богов, Собственных моих проекций, Иди вперед, Повторяя эти слова Отчетливо и внятно, И вспоминая, Что они означают, Не забудь их, Ибо самое главное, Уверенно распознать во всех явлениях, Даже самых страшных, Собственные твои проекции, О сын благородного рода, Когда твой ум отделится от тела, Явится дхармата чистая и ясная, Но трудно различимая, Лучезарная и сверкающая, Ослепительно ярко трепещущая, Как мираж на весенней равнине, Не бойся ее и не поддавайся смущению, Это естественное сияние твоей собственной дхарматы, Так распознай же его оглушительный грохот, Естественный звук дхарматы, И зайдет из этого света, Подобный раскату тысячи громов, Это естественный звук твоей собственной дхарматы, Так что не бойся его и не поддавайся смущению, Ныне ты обладаешь ментальным телом без сознательных склонностей, А физического тела из плоти и крови не имеешь, Так что никакие звуки, цвета и лучи не причинят тебе вреда, Ты более не подвержен смерти, Достаточно лишь распознать в них собственные твои проекции, Знай, что все это состояние, Бордо! О, сын благородного рода, Если ты не распознаешь в них собственные твои проекции И не воспримешь это наставление, То цветные сияния испугают тебя, Звуки устрашат, а лучи ужаснут, Несмотря на весь опыт медитации, Обретенной тобою при жизни, Если ты не усвоишь эту сущность учения, То не сможешь распознать эти звуки святой лучи, И будешь и впредь блуждать в сансаре. О, сын благородного рода, Проведя четыре с половиной дня без сознания, Ты ныне движешься дальше, Очнувшись от обморока, Ты подумаешь, что со мной случилось? Осознай, что это Бордо! Ныне сансара обратилась вспять, И все теперь видится, как пятна света и образы. Все пространство воссияет синим светом, И благословенный Вайрочана Явится пред тобою из центральной области Всепроникающей окружности. Телом он бел, Восседает он на львином троне, Держит в руке колесо в восьми спицах, И обнимает свою супругу, Царицу Ваджра пространства. Синий свет скандхи, Сознание в своей изначальной чистоте, Мудрость Дхармадхату, Чистая и яркая, Резкая и ослепительная, Устремится к тебе из сердца Вайрочаны И его супруги, И пронзит твое сердце так, Что глазам твоим нестерпимо Будет взирать на него. В то же время вместе с ним Приблизится к тебе И проникнет в тебя Тусклый белый свет богов. В этот мир под влиянием дурной кармы Ты боишься мудрости Дхармадхату, Ярко сияющей с синим светом И устремишься прочь от нее, А тусклый белый свет богов Покажется тебе приятным. Да не устраши, да не смутит тебя Сей лучезарный, ослепительный, Резкий и чистый синий цвет Высшей мудрости, Спасибо, это луч света Будды, Именуемый мудростью Дхармадхату. Вовлекись в него с верой И благоговейной преданностью И взмолись ему, помышляя так. Это луч сострадания Благословенного Вайрочаны, И я найду в нем прибежище. Это сам благословенный Вайрочана Вышел приветствовать тебя На опасном пути, Бордо. Это и впрямь луч сострадания Вайрочаны. Не соблазнись тусклым белым светом богов, Не поддайся его притяжению, Не томись о нем. Ибо если он привлечет тебя, Ты войдешь в сферу богов И продолжишь блуждать в шести сферах существования. Это лишь препятствие на пути к освобождению, Так что не смотри на него, Но исполнись любовного стремления К яркому синему свету, И повторяй вслед за мной это молитвенное чаяние, Сосредоточившееся цело на благословенном Вайрочане. Пока я блуждаю в сансаре, Пробиваясь сквозь глубокое невежество, Пусть на лучезарном пути мудрости Дхармадхату Ступает предо мною благословенный Вайрочана, А позади меня его супруга царица Ваджра пространства. Пусть помогут мне на опасном пути Бордо И приведут меня к совершенному состоянию Будды. О, сын благородного рода, Слушай, не отвлекаясь, На второй день воссияет белый свет Очищенного элемента воды И в то же время благословенный Ваджра Садва Акшобхья Явится пред тобою из синей восточной области совершенной радости. Тело его синее, В руке он держит Ваджру о пяти зубцах. Он восседает на слоновьем троне, Обнимая свою супругу Будда Лучану. Сопровождают его два бодхисатвы мужского пола Кшитигарбха и Майтрея И две бодхисатвы женского пола Ласья и Пушпа. Итого явятся шесть Будда форм. Белый свет с Ханхи формы в своей изначальной чистоте. Зеркалоподобная мудрость ослепительно белая, чистая и сияющая Устремится к тебе из сердца Ваджра Садва и его супруги И пронзит твое сердце так, что глазам твоим нестерпимо будет взирать на него. В то же время вместе со светом мудрости приблизится к тебе и проникнет в тебя тусклый дымчато серый свет обитателей ада. Не устрашись белого света резкого и сверкающего лучезарного и чистого, но распознай в нем мудрость. Вовлекись в него с верой и стремлением и взмолись ему, помышляя так. Это луч сострадания благословленного Ваджра Садвы, я найду в нем прибежище. Это сам благословленный Ваджра Садва вышел приветствовать тебя на опасном пути, бордо. Это и впрямь душ сострадания Ваджра Садвы, так что исполнись к нему стремления. Не соблазнись тусклым дымчато серым светом обитателей ада. То манящий путь твоих невротических покровов ума, накопленных неистовой агрессией. Если он привлечет тебя, ты падешь в ад и погрузишься в грязное болото невыносимых страданий, От которых не будет спасения. Это лишь препятствие на пути к освобождению, так что не смотри на него, но отвергни агрессию. Не поддавайся его притяжению, не томись о нем. Исполнись любовного стремления к сияющему ослепительно белому свету. И произнеси это молитвенное отчаяние, сосредоточившись цело на благословенном Ваджра Садве. Пока я блуждаю в сансаре, пробиваясь сквозь глубокую агрессию, Пусть на лучезарном пути зеркало подобной мудрости ступает предо мною благословенный Ваджра Садва, А позади меня его супруга Будда Лучана. Пусть помогут мне на опасном пути, Бордо, и приведут меня к совершенному состоянию Будды. О, сын благородного рода, слушай, не отвлекаясь. На третий день воссияет желтый свет очищенного элемента земли, И в то же время благословенный Ратна Самбхава явится пред тобою из желтой южной области великолепия. Тело его желто, в руке он держит драгоценный камень, исполняющий желание. Он восседает на троне коней, обнимая свою супругу Мамаки. Сопровождают его два бодхисаттвы мужского пола, Акашагарбха и Саманта Бхадра, И две бодхисаттвы женского пола, Мала и Дхупа. Итого из пространства радужного света явятся шесть Будда-форм. Желтый свет скандхи, ощущение в своей изначальной чистоте, мудрость, равенство, Сверкающе желтое, украшенное дисками света, чистое и ослепительно яркое, Устремиться к тебе из сердца Ратна Самбхавы и его супруге, И пронзит твое сердце так, что глазам твоим нестерпимо будет взирать на него. В то же время вместе со светом мудрости пронзит твое сердце тусклый синий свет сферы людей. Тут под влиянием гордыни ты убоишься резкого и ясного желтого света и устремишься прочь от него, А тусклый синий свет людей покажется тебе приятным и притягательным. Не бойся же этого желтого света, яркого и ясного, резкого и слепящего, Но распознай в нем мудрость. Пусть ум твой пребудет в нем, расслабившись в состоянии недеяния, И стремиться к нему с любовью. Если ты распознаешь в нем естественное сияние собственного твоего ума, То необязательно даже стремиться к нему в любви И повторять слова молитвенного чаяния. Все формы света и лучи сольются с тобою нераздельно, И ты достигнешь просветления. Если же ты не сможешь распознать в нем естественное сияние собственного твоего ума, Взмолись ему с благоговейной преданностью, помышляя так. Это луч сострадания благословенного ратна самбхавы, Я найду в нем прибежище. Это сияющий крюк сострадания благословенного ратна самбхавы, Так что исполнись к нему любовного стремления. Не соблазнись тусклым синим светом людей, То манящий путь света без сознательных склонностей, Накопленных твоей глубокой гордыней. Если он привлечет в себя, ты падешь в мир людей, И испытаешь рождение, старость, смерть и страдание. Так ты не выберешься из грязного болота сансары. Это лишь препятствие на пути к освобождению, Так что не смотри на него, но отвергни гордыню, Отринь свои бессознательные склонности. Не поддайся его притяжению, не томись о нем. Исполнись любовного стремления к ослепительно сияющему желтому свету, И произнеси это молитвенное чаяние полностью и безраздельно, Сосредоточившись на благословенном Вайротчане. Пока я блуждаю в сансаре, пробиваясь сквозь глубокую гордыню, Пусть на лучезарном пути мудрости равенства Ступает предо мною благословенный Ратна Самбхава, А позади меня его супруга Мамаки. Пусть помогут мне на опасном пути бордо И приведут меня к совершенному состоянию Будды. О, сын благородного рода, слушай, не отвлекаясь, На четвертый день воссияет красный свет очищенного элемента огня, И в то же время благословенная Амитабха Явится пред тобою из красной западной области блаженства. Тело его красно в руке, он держит лотос, Он восседает на павлиньем троне, Обнимая свою супругу Пандара в осенне. Сопровождают его два бодхисадвы мужского пола Авала Китяшвара и Манджушры И две бодхисадвы женского пола Гита и Алока. Итого из пространства радужного света Явится шесть буддаформ. Красный свет сканхи восприятия В своей изначальной чистоте Мудрость развлечения Сверкающая красная, украшенная дисками света, Чистая и яркая, резкая, ослепительная Устремится к тебе из сердца Митабхи, его супруги И пронзит твое сердце так, что глазам твоим Нестерпимо будет взирать на него. В то же время вместе со светом мудрости Возгорится тусклый желтый свет голодных духов. Не соблазнись им, отвергни страсти и томление. В этот миг под влиянием глубокой страсти Ты убоишься этого красного света Резкого и яркого И устремишься прочь от него А тусклый желтый свет голодных духов Покажется тебе приятным и притягательным Не бойся же этого красного света Резкого и сияющего Ослепительного и чистого Но распознай в нем мудрость Пусть ум твой пребудет в нем Расслабивший состояние и недеяния Устремись к нему с верой и любовью Если ты распознаешь в нем свое естественное сияние То не обязательно даже стремиться к нему в любви И повторять слова молитвенного чаяния Все формы света и лучи Сольются с тобой нераздельно И ты достигнешь просветления Если же ты не можешь распознать в нем Свое естественное сияние Взмолись ему с благоговейной преданностью Помышляя так Это луч сострадания благословенного Амитабхи Я найду в нем прибежище Это сияющий крюк сострадания благословенного Амитабхи Исполнись к нему любовного стремления И не пытайся бежать Даже если ты убежишь от него Он пребудет с тобой нераздельно Не устрашись, не соблазнись тусклым желтым светом голодных духов То путь света бессознательных склонностей Накопленных твоей глубокой страстью Если он привлечет тебя, ты падешь в мир голодных духов И испытаешь невыносимые муки голода и жажды Это лишь препятствие на пути к освобождению Так что не смотри на него Но отринь своей бессознательной склонности Не томись о нем Исполни с любовного стремления К ослепительно сияющему красному свету И произнеси это молитвенное чаяние Полностью безраздельно сосредоточившись На благословенном Амитабхе и его супруге Пока я блуждаю в сансаре Пробиваясь сквозь глубокую страсть Пусть на лучезарном пути мудрости развлечения Ступает предо мною благословенная Амитабхе А позади меня его супруга Пандера Васини Пусть помогут мне на опасном пути Бордо И приведут меня к совершенному состоянию Будды О, сын благородного рода, слушай, не отвлекаясь На пятый день воссияет зеленый свет Очищенного элемента воздуха И в то же время благословенной Амогхасидхи Владыка этого круга Явится пред тобою из зеленой северной области Накопленных деяний Тело его зелено В руке он держит двойную ваджру Он восседает на троне птиц Шанг-Шанг Парящих в небе И обнимает свою супругу Самай-Ятару Сопровождают его два бодхисатвы мужского пола Ваджра-Пани и Сарва-Нивара-Навиш-Камбхин И две бодхисатвы женского пола Гандха и Наиведья Итого из пространства радужного света Явятся шесть Будда-форм Зеленый свет сканхи понятия в своей изначальной чистоте Мудрость совершения деяний Сверкающая зеленая, чистая и яркая Резкая и устрашающая Украшенная дисками света И зайдет из сердца Амоха-Хатсидхи И его супруги И пронзит твое сердце так Что глазам твоим нестерпимо Будет взирать на него Не бойся его Это естественная игра Собственного твоего ума Так что прибудь без деяния и заботы В этом наивысшем состоянии В коем нет ни близи, ни дали Ни любви, ни ненависти В то же время вместе со светом мудрости Возгорится пред тобою Тусклый красный свет Завистливых богов Рожденных завистью Медитируй на то, что между любовью и ненавистью Нет никаких различий Если же разум твой слаб Просто не питай к этому красному свету приязнь В этот миг под влиянием глубокой зависти Ты убоишься зеленого света Резкого и яркого И устремишься прочь от него А тусклый красный свет Завистливых богов Покажется тебе приятным и притягательным Не бойся же этого зеленого света Резкого и сияющего Ослепительного и чистого Но распознай в нем мудрость Пусть ум твой пребудет в нем Расслабившись в состоянии недеяния И взмолиться ему с благоговейной преданностью Помышляя так Это луч сострадания благословенного Амокхасидхи Я найду в нем прибежище Это сияющий крюк сострадания благословенного Амокхасидхи Именуемый мудростью свершения деяний Поэтому исполнись к нему любовного стремления И не пытайся бежать Даже если ты убежишь от него Он прибудет с тобой нераздельно Не устрашись, не соблазнись тусклым красным светом Завистливых богов Это манящий путь кармы Накопленный твоей глубокой завистью Если он привлечет тебя Ты падешь в мир завистливых богов И испытаешь невыносимые муки Вражды и раздоров Это лишь препятствие на пути к освобождению Так что не стремись к нему Но отринь свои бессознательные склонности Исполнись любовного стремления К ослепительно сияющему зеленому свету И произнеси это молитвенное чаяние Полностью и безраздельно Сосредоточившись на благословенном Амокхасидхе и его супруге Пока я блуждаю в сансаре Пробиваясь сквозь глубокую зависть Пусть на лучезарном пути Мудрости и свершении деяний Ступает предо мною благословенный Амокхасидхе А позади меня его супруга Самая Тара Пусть помогут мне на опасном пути Бардо И приведут меня к совершенному Состоянию Будды О, сын благородного рода Слушай, не отвлекаясь Тебе указали на видение Всех пяти родов Являвшихся тебе вплоть до вчерашнего дня Но под влиянием дурных склонностей Ты поддался страху И остаешься здесь поныне Если бы ты распознал в естественном сиянии Мудрости этих пяти родов Собственную свою проекцию То растворился бы в радужном свете Тело одного из пяти этих родов И стал бы сам Бхогакайя Буддой Но ты не распознал ее А потому блуждаешь здесь поныне Так что смотри теперь Не отвлекаясь Ныне явятся пред тобою Все пять родов И приветствовать себя Выйдут четыре мудрости Соединенные в одно целое Распознай их О, сын благородного рода Воссияют пред тобой четыре цветных света Четыре очищенных элементов В то же самое время Будда Вайручана Со своей супругой Явится как прежде Из центральной области Всепроникающей окружности Будда Ваджра Садва Со своей супругой И спутниками Явится из восточной области Совершенной радости Будда Ратна Самбхава Со своей супругой И спутниками Явится из южной области Великолепия Будда Митабха Со своей супругой И спутниками Явится из западной Блаженной области Лотосов И Будда Мокхасидьи Со своей супругой И спутниками Явится из северной области Свершенных Деяний из пространства радужного света. О, сын благородного рода, кроме этих будд пяти родов явятся также гневные стражи врат. Также явятся шесть мудрецов благословенных. Индра, тысяча жертвоприношений и мудрец богов. Вимачитра, великолепное одеяние, мудрец завистливых богов. Лев Шакьев, мудрец людей. Дхру Васимха, непоколебимый лев, мудрец животных. Джвала Мукха, пламенаустый, мудрец голодных духов. И Дхарма Раджа, царь Дхармы, мудрец обитателей ада. Явятся также Саманта Бхадра и Саманта Бхадри, Всеблагой Отец и Мать Всех Будд. Эти сорок два божества Самбхогакайи изойдут из собственного твоего сердца и предстанут пред тобой. Они суть чистая форма твоих проекций. Распознай же их. О, Сын Благородного Рода, все эти миры существуют только в четырех областях собственного твоего сердца. И в средоточии его, как пятой области, и ныне они вновь являются из твоего сердца и предстают перед тобой. Образы эти не приходят откуда-то извне, но существуют изначально, как первозданная, спонтанная игра твоего ума. Распознай же их истинную природу. О, Сын Благородного Рода, образы эти не велики, не малы, но обладают совершенными пропорциями. У каждого из них свое украшение, свое облачение, свой цвет, своя поза, свой трон и свой символ. Они рассредоточены пятью парами, каждая из которых окружена орелом света пяти цветов. Вся мандала, все боги и богини пяти родов явятся одновременно. Распознай их, ибо они твои едамы. О, Сын Благородного Рода, из сердец этих будпяти родов и их супруг, изойдут и озарят твое сердце сияющие лучи четырех мудростей, чистейшие, тончайшие и ясные, подобные солнечным лучам. Первый озарит твое сердце мудрость Дхармадхату, исходящие из сердца Вайрочаны, покров сияющих белых лучей, ослепительно яркий и устрашающий. В том покрове лучей явится белый диск, ясный и яркий, подобный обращенному к низу зеркалу, украшенный пятью дисками, которые подобны ему самому, и также украшены дисками ему подобными и меньшими, так что не будет в нем ни центра, ни границ. Из сердца Ваджра-Садвы на сияющем синем покрове зеркалоподобной мудрости явится синий диск, подобный обращенный к низу бирюзовой чаши и украшенный другими дисками, ему подобными и меньшими. Из сердца Ратна-Самбхавы на сияющем желтом покрове мудрости равенства, явится желтый диск, подобный обращенный к низу золотой чаши и украшенный другими дисками, ему подобными и меньшими. Из сердца Амитабхина, сияющем красным покрове мудрости развлечения, явится сверкающий красный диск, подобный обращенной к низу коралловой чаши, сияющий глубоким светом мудрости, чистейшим и ярким, украшенный пятью дисками, которые подобны ему самому, и также украшены дисками, ему подобными и меньшими, так что не будет в нем ни центра, ни границ. И они так же озарят твое сердце. О, сын благородного рода, все они так же возникли из спонтанной игры собственного твоего ума, а не откуда-то извне. посему не привязывайся к ним и не бойся их, но без напряжения пребывай в состоянии свободном от мыслей. В этом состоянии все образы и лучи света вольются в тебя, и ты достигнешь просветления. О, сын благородного рода, зеленый свет мудрости свершения деяний не воссияет пред тобой, ибо энергия мудрости твоей еще не достигла полноты совершенства. О, сын благородного рода, это называют опытом четырех мудростей, соединенных в одно целое, или путем ваджрасатвы. В это время вспомни наставление своего учителя об этом видении. Если ты вспомнишь смысл этого видения и не утратишь веры в обретенный ранее опыт, то распознаешь их, и будет это подобно тому, как встречаются мать и сын, или старые друзья после долгой разлуки. Отринув сомнения, ты распознаешь собственные твои проекции и вступишь на чистый, неизменный путь Дхарматы, и посредством этой веры войдешь в состояние непрерывной медитации и растворишься в великой самосущей форме мудрости, и станешь сам Хогакая Буддой, и никогда более не пойдешь обратно в сферы существования. О, сын благородного рода, вместе с лучами мудрости воссияют лучи нечистых иллюзорных шести сфер, тусклый белый свет богов, тусклый красный свет завистливых богов, тусклый синий свет людей, тусклый зеленый свет животных, тусклый желтый свет голодных духов и тусклый дымчатый серый свет обитателей ада. Шесть лучей эти возгорятся одновременно со светочами чистой мудрости. В этот миг не увлекись ни к одному из них и не поддайся их притяжению, но без напряжения пребывай в состоянии, свободном от мыслей. Если ты убоишься светочей чистой мудрости и устремишься к нечистым огням шести сфер, то переродишься в теле обитателя одной из этих шести сфер и охватит тебя тяжкая усталость, ибо в сансаре нет выхода из великого океана страданий. О, сын благородного рода, если не воспринял ты наставления от своего гура об этом видении, то образы эти и чистые лучи мудрости устрашат тебя, а нечистые огни сансары привлекут. Не поддайся же этим чувствам, но исполнись любовного стремления к чистым светочам мудрости, резким и ослепительным. И с благоговейной преданностью по мысли так «Это сияющие лучи мудрости и сострадания благословенных Буд пяти родов явились уловить меня состраданием, я найду в них прибежище. Не стремись к огням шести иллюзорных сфер, не томись о них, но произнеси это молитвенное чаяние, полностью безраздельно сосредоточившись на Буддах пяти родов и их супругах. Пока я блуждаю в сансаре, пробиваясь сквозь пять ядов, пусть на лучезарном пути четырех мудростей, соединенных в одно целое, ступают предо мною победители пять родов, а позади меня супруги пяти родов. Пусть оградят меня от пути света, ведущих в шесть нечистых миров, избавят меня от опасного пути через Бордо и приведут к совершенному состоянию пробуждения. О, сын благородного рода, слушай, не отвлекаясь, на седьмой день в твоем бессознательном уме воссияет чистый многоцветный свет, и приветствовать тебя выйдут Видьядхары из чистой области пространства. В центре мандалы, наполненной радужным светом, явится тот, кого именуют непревзойденным Видьядхарой, достигшим полной зрелости, лотосовый владыка танца. Тело его сияет пятью цветами, он обнимает свою супругу, красную Дакиню. Они танцуют с кривыми ножами и чашами из черепов, наполненными кровью. Руки их сложены в жесты, а очи устремлены в небо. Из восточной части мандала явится тот, кого именуют Видьядхарой, утвержденным на ступенях. Телом он бел, улыбается лучезарно и обнимает свою супругу, белую Дакиню. Они танцуют с кривыми ножами и чашами из черепов, наполненными кровью. Руки их сложены в жесты, а очи устремлены в небо. Из южной части мандалы явится тот, кого именуют Видьядхарой, владыкой жизни. Телом он желтый, обликом прекрасен, но он обнимает свою супругу, желтую Дакиню. Они танцуют с кривыми ножами и чашами из черепов, наполненными кровью. Руки их сложены в жесты, а очи устремлены в небо. Из западной части мандалы явится тот, кого именуют Видьядхарой, великого символа. Телом он красен, улыбается лучезарно и обнимает свою супругу, красную Дакиню. Они танцуют с кривыми ножами и чашами из черепов, наполненными кровью. Руки их сложены в жесты, а очи устремлены в небо. Из северной части мандалы явится тот, кого именуют спонтанно возникшим Видьядхарой. Телом он зелен, ликом одновременно гневен и улыбчив. Он обнимает свою супругу, зеленую Дакиню. Они танцуют с кривыми ножами и чашами из черепов, наполненными кровью. Руки их сложены в жесты, а очи устремлены в небо. Вокруг этих Видьядхар появится несметная сонма Дакинь, Дакинь и восьми великих кремационных площадок, Дакинь и четырех родов, Дакинь и трех миров, Дакинь и десяти направлений, Дакинь и двадцати четырех мест паломничества, воины и воительницы, прислужники и служанки, и все божества-защитники Дхармы обоих полов. На них шесть костяных украшений, в руках у них барабаны, трубы из берцовых костей, барабаны из черепов, стяги из кожи детей, балдахины и ленты из человеческой кожи, благовонни из человеческой плоти. Они играют на всевозможных музыкальных инструментах, ими полнятся все области Вселенной. Они теснятся толпой, колышутся и качаются взад и вперед, и от музыки сотрясающих инструменты раскалывается голова. Танцуя в разных ритмах, они призывают свой круг сдержавших обеты Самайи и карают отступников. О, сын благородного рода, в сфере бессознательного изойдет из сердец пяти владык видья дыхар свет чистой врожденной мудрости, прядями света сплетенными воедино, вспыхивающими и мерцающими, ясными и яркими, сверкающими и устрашающими. Пронзит он твое сердце так, что глазам твоим нестерпимо будет взирать на него. В то же время вместе со светом мудрости возгорится пред тобою тусклый зеленый свет мира животных, и тогда под влиянием помрачения, вызванного бессознательными склонностями, ты убоишься света пяти цветов и захочешь бежать от него, а тусклый свет мира животных привлечет тебя. Посему не страшись яркого блистающего света пяти цветов, не бойся его, но распознай в нем мудрость. Из глубины этого света возгремя тысячу громов все спонтанные звуки дхармы. Гром этот грохочет раскатами и полнится боевыми кличами и пронзительными звуками гневных мантр. Не устрашись его, не пытайся бежать прочь, не бойся. Распознай в нем игру твоего ума, собственную твою проекцию. Не соблазнись тусклым зеленым светом мира животных, не томись о нем. Если он привлечет тебя, ты падешь в животный мир невежества и испытаешь невыносимые муки тупости, немоты и рабства, от которых не будет спасения, так что не стремись к нему. Исполни с любовного стремления к ясному яркому свету пяти цветов и сосредоточь все свои помыслы на благословленных Ведьядхарах, божественных учителях, помышляя так. Эти Ведьядхары с воинами и Дакини пришли призвать меня в чистую страну. Задумайтесь о разумных существах, что подобно мне не накопили заслуг и вплоть до нынешнего дня так и не были уловлены, хотя все божества пяти родов Будды, прошлого, настоящего и будущего, тянулись к ним лучами сострадания. Горе тем, кто подобен мне. Ныне живые Ведьядхары, не дайте мне пасть еще ниже, но схватите меня крепко своими крюками сострадания и вознесите меня в чистую страну. Всецело сосредоточив на этом свои помыслы, прочти молитвенное чаяние. Да подумают обо мне божественные Ведьядхары и великой любовью своей направят меня на путь, пока я блуждаю в сансаре, пробиваясь сквозь глубокие склонности, пусть на лакшизарном пути врожденной мудрости ступают предо мною в Ведьядхары и войны, а позади меня их супруги Дакини. Пусть избавят меня от опасного пути через Бордо и приведут меня в чистую страну. Вторая часть О сын благородного рода, слушай, не отвлекаясь. Мирное Бордо уже явилось тебе, но ты не распознал его, а потому блуждаешь здесь до сих пор. Ныне на восьмой день явятся гневные божества, пьющие кровь. Узнай их, не отвлекаясь. О сын благородного рода, великий славный Будда-хирука явится из собственного твоего мозга и предстанет пред тобою ясно и отчетливо, таким, каков он есть. Тело его винного цвета, три головы у него, шесть рук и четыре широко расставленные ноги. Правый лик его бел, левый красен, а средний винного цвета. Тело его сияет, как гора света. Девять очей его грозно взирают тебе в глаза. Брови его подобны вспышкам молнии, а зубы его сверкают, как медь. «А-ла-ла!» «Ха-ха!» громко восклицает он со смехом. «Шу!» пронзительно свистит он. Волосы его красные с золотом стоят дыбом и испускают сияние. Головы его увенчаны высушенными черепами, солнцем и луной. Тело его обвито гирлянда из черных змей и отрубленных голов. В верхней правой руке у него колесо, в средний топор, в нижний меч. В верхней левой руке у него колокол, в средний лемех, в нижней чаше из черепа. Супруга его, Будда Кранхишвари, правой рукой обивает его шею, а левый подносит к его устам чашу из черепа, наполненную кровью. Он громко причмокивает языком и испускает рык, подобный раскатам грома. Из волос, покрывающих его тело, пышет огненными ваджрами пламя знания. Трон, на котором он стоит, поддерживает Гаруды. Одна пара ног его согнута, а остальные распрямлены. Не пугайся его, не страшись, не цепеней от ужаса. Распознай в нем форму собственного твоего ума. Он твой едам, так что не бойся. Он никто иной, как сам благословенный Вайручана в союзе со своей супругой. Так что не пугайся. Как только узнаешь, в тот же миг достигнешь освобождения. О, сын благородного рода, слушая, не отвлекаясь. На девятый день из восточной области твоего мозга явится и предстанет пред тобою пьющая кровь проявление рода Ваджра, благословенный Ваджра Хирука. Тело его темно-синего цвета. Три головы у него, шесть рук и четыре широко расставленные ноги. Правый лик его бел-левой красе на средний синего цвета. В верхней правой руке у него Ваджра, в средней чаше из черепа в нижний топор, в верхней левой руке у него колокол, в средней чаше из черепа в нижний лемех. И его супруга Ваджра Кратхишвари правой рукой обивает его шею, а левый подносит к его устам чашу из черепа, наполненную кровью. Не пугайся его, не страшись, не цепеней от ужаса, распознай в нем форму собственного твоего ума. Он твой едам, так что не бойся. Он никто иной, как сам благословенный Ваджра Сатва в союзе со своей супругой, так что проникни с любовью и стремлением к нему. Как только узнаешь, в тот же миг достигнешь освобождения. О, сын благородного рода, слушай, не отвлекаясь, на десятый день из южной области твоего мозга явится и предстанет пред тобой упьющая кровь, проявление рода рад на благословенный рад на хирургом. Тело его темно-желтого цвета, три головы у него, шесть рук и четыре широко расставленные ноги. Правый лик его бел, левый красен, а средний сияет темно-желтым цветом. В верхней правой руке у него драгоценный камень, в средней тантрический посох, в нижней палеца. В верхней левой руке у него колокол, в средней чаша из черепа, в нижней трезубец. Его супруга Ратна Кратхишвари правой рукой обвивает его шею, а левый подносит к его устам чашу из черепа, наполненную кровью. Не пугайте его, не страшись, не цепеней от ужаса. Распознай в нем форму собственного твоего ума. Он твой едам, так что не бойся. Он не кто иной, как сам благословенный Ратна Самбхава в союзе со своей супругой, так что проникнись любовью к нему. Как только узнаешь, в тот же миг достигнешь освобождения. О, сын благородного рода, слушай, не отвлекаясь, на одиннадцатый день из западной области твоего мозга явится и предстанет пред тобою пьющая кровь проявление рода Падма, благословенный Падма Хирука. Тело его темно-красного цвета, три головы у него, шесть рук и четыре широко расставленные ноги. Правый лик его бел, левый синего цвета, а средний сияет темно-красным цветом. В верхней правой руке у него лотос, в средней тантрический посох, в нижний жезл. В верхней левой руке у него колокол, в средней чаши из черепа до краев полная кровью, в нижний барабанчик. Его супруга Падма Крадхишвари правой рукой обвивает его шею, а левый подносит к его устам чашу из черепа наполненную кровью. Не пугайся его, не страшись, не цепеней от ужаса. Распознай в нем форму собственного твоего ума. Он твой едан, так что не бойся. Он никто иной, как сам благословенный Амитабха в союзе со своей супругой. Так что проникни с любовью к нему. Как только узнаешь, в тот же миг достигнешь освобождения. О, сын благородного рода, слушай, не отвлекаясь, на двенадцатый день из северной области твоего мозга явится и предстанет пред тобою пьющая кровь проявление рода карма, благословенный карма Хирука. Тело его темно-зеленого цвета, три головы у него, шесть рук, а четыре широко расставленные ноги. Правый лик его бел, левый красен, а средний величавого, темно-зеленого цвета. В верхней правой руке у него меч, в средний тантрический посох, в нижний жезл. В верхней левой руке у него колокол, в средней чаше из черепа, в нижний лемех. И его супруга карма Крадхишвари правой рукой обвивает его шею, а левый подносит к его устам чашу из черепа, наполненную кровью. Не пугайся его, не страшись, не цепеней от ужаса. Распознай в нем форму, собственно, твоего ума. Он твой едам, так что не бойся. Он никто иной, как сам благословенный Амогхасидхи в союзе со своей супругой. Так что проникни с любовью и стремлением к нему. Как только узнаешь, в тот же миг достигнешь освобождения. О, сын благородного рода, слушай, не отвлекаясь. Восемь гаури явятся из собственного твоего мозга и предстанут пред тобой. Не бойся их. В восточной области твоего мозга явится тебе белая гаури. В правой руке она держит труп младенца, потрясая им, словно палицей. А в левой руке чашу из черепа, наполненную кровью. Не пугайся. С юга явится желтая чаури, стреляющая из лука. С запада красная промоха со стягом из кожи морского чудовища. С севера черная виталия. С ваджрой и чаши из черепа, наполненной кровью. С юга востока оранжевая пукаси, в правой руке держащая внутренности, а в левой подносящая их к рту, чтобы пожрать их. С юга запада темно-зеленая гхасмари, пьющая кровь из чаши черепа, которую она держит в левой руке, и потрясающая ваджрой в правой руке. С севера запада бледны желтые чандали, отрывающие голову трупу, держащие его сердце в левой руке, а правой рукой подносящие труп к рту, чтобы пожрать его. С севера востока темно-синяя шмашанья, разрывающая труп на части и пожирающие его. Эти восемь гаури восьми сторон света, окружающие пятерых хирург пьющих кровь явятся из собственного твоего мозга и предстанут пред тобой. Не устрашись их. О, сын благородного рода, слушай, не отвлекаясь. Вслед за семь явятся и предстанут пред тобой по очереди восемь пешачьих священных мест. С востока явится симхамукха, винноцветная львиноглавая, с руками скрещенными на груди, с трупом во рту, потрясающая гривой. С юга в ягхримукха, красная тигроглавая со скрещенными и указующими вниз руками, пристально глядящая скалящая зубы. С запада шригаламукха, черная с головой лисы, держащая бритву в правой руке, а в левой внутренности, которая пожирает и из которых слизывает кровь. С севера шванамукха, темно-синяя, с головой волка, обеими руками подносящая труп к рту, пристально глядящая. С юга востока гритхрамукха, бледно-желтая с головой стервятника, несущая на плече большой труп, а в руке держащая скелет. С юга запада канкамукха, темно-красная с головой ястреба, несущая на плече большую человеческую кожу. С севера запада какамукха, черная с головой ворона, держащая в левой руке чашу из черепа в правый меч, пожирающая с головой совы, держащая в правой руке в аджру, а в левой меч, и также нечто пожирающее. Эти восемь пишачьи священных мест, окружающие пятерых хирург, пьющих кровь, явятся из собственного твоего мозга и предстанут пред тобой. Не устрашись их, распознай во всех явлениях игру ума, собственные твои проекции. О, сын благородного рода, также явятся из твоего мозга из восточной области твоего мозга явятся и предстанет пред тобой Анкуша, белая тигроглавая со стрекалом и чашей из черепа, наполненной кровью. Из южной области Паша, желтая с головой свиньи, держащая в руке петлю. Из западной области Шринхала, красная львиноглавая с железной цепью. Из северной области Ганта, зеленая с головой змеи, держащая колокол. Эти четыре богини врат явятся из твоего собственного мозга и предстанут пред тобой. Распознай в них своих едамов. О, сын благородного рода, вслед за тридцатью гневными хирургами из твоего мозга явятся и предстанут пред тобой по очереди двадцать восемь йогинь с разными головами и различными символами в руках. В этот наиважнейший решающий момент вспомни наставление твоего гуру. О, сын на востоке явятся из твоего мозга и предстанут пред тобой шесть восточных йогинь. Ракша сидиманица винноцветная с головой яка и ваджрой в руке. Брахми оранжевая с головой змеи и лотосом в руке. Махадеви великая богиня темно-зеленая с головой леопарда и трезубца в руке. Лобха жадная синяя с головой мангуста и колесом в руке. Кумари дева красная с головой желтого медведя и дротиком в руке. И индрани белая с головой бурого медведя и связкой внутренностей в руке. Не бойся их. О, сын благородного рода, на юге явятся из твоего мозга и предстанут пред тобой шесть южных йогини. Ваджра желтая с головой свиньи и бритвой в руке. Шантимир красная с головой морского чудовища и сосудом в руке. Амрита нектар бессмертия красная с головой скорпиона и лотосом в руке. Чандра луна белая с головой ястреба и ваджрой в руке. Данда палеца темно-зеленая с головой лисы и палицей в руке. Иракша сидим оница темно-желтая с головой тигра и чаши из черепа наполненной кровью в руке. Не бойся их. О, сын благородного рода, на западе явятся из твоего мозга и предстанут пред тобой шесть западных югинь. Бхакси непожирательница темно-зеленая с головой стервятника и палицей в руке. Рати наслаждение красная с головой лошади и большим трупом в руке. Махабала великая сила белая с головой гаруды и палицей в руке. Ракшаси демоница красная псоглавая держащая в руке бритву в форме ваджры. Кама вожделения красная с головой удода выпускающая стрелу из лука. Ивасуракша защитница богатства темно-зеленая с головой оленя и сосудом в руке. Не бойся их. О, сын благородного рода, на севере явятся из твоего мозга и предстанут пред тобой шесть западных югинь. Вою деви богиня ветра синяя с головой волка женщина красная с головой буйвола и колом в руке. Варахи свинья черная с головой свиньи и связкой зубов в руке. Ваджра красная с головой вороны и кожей ребенка в руке. Махахастин и слониха темно-зеленая с головой слона держащая в руке большой труп и пьющая его кровь. Ивару надеви богиня воды синяя с головой змеи держащая в руке связку змей. Сын благородного рода четыре йогини врат явятся из твоего мозга и предстанут пред тобой. С востока белая ваджра с головой кукушки держащая в руке железный крюк. С юга желтая ваджра с головой козла держащая в руке петлю. С запада красная ваджра с головой льва держащая в руке железную цепь. С севера темно-зеленая ваджра с головой змеи держащая в руке колокол. Эти четыре йогини врат явятся из твоего мозга и предстанут пред тобой. Эти двадцать восемь йогинь спонтанно возникают из игры самосущей формы гневных хирург, так что распознай их. О сын благородного рода, Дхармакая проявляется из аспекта пустоты в образах мирных божеств. Распознай ее. Сам Хогакая проявляется из аспекта лучезарности в образах гневных божеств. Распознай же ее. Если в этот миг, когда из твоего мозга явятся и предстанут пред тобой пятьдесят восемь божеств пьющих кровь, ты поймешь, что все явления возникают из внутреннего сияния собственного твоего ума, то немедленно станешь Буддой, неразрывно слитым с божествами пьющими кровь. О сын благородного рода, если же ты не распознаешь их, то поддашься страху и побежишь от них прочь, и тем вернешься к страданиям. Если не распознаешь божеств пьющих кровь, они предстанут пред тобой владыками смерти и повергнут тебя в страх. Ты оцепенеешь и обомлеешь от ужаса. Видения твои обратятся в демонов, и ты продолжишь блуждать в сансаре. Но если ты не поддашься ни влечению, ни страху, то блуждания твои в сансаре прекратятся. О сын благородного рода, огромнейшие из этих мирных и гневных божеств заполняют все небо. Средние подобны горе Меру, а самые маленькие ростом, как восемнадцать человеческих тел, поставленных друг на друга. Но ты их не бойся. Все явления, суть, свет и образы. Если распознаешь во всех этих видениях естественное сияние собственного твоего ума, то сияние его нераздельно сольется с их светом и образами, и ты станешь Буддой. О сын, что бы ты ни увидел, и каким бы страшным оно ни казалось, распознай во всем этом собственную свою проекцию. Распознай во всем этом лучезарность, естественное сияние собственного ума. Если распознаешь тот же миг, непременно станешь Буддой. Тотчас достигнешь того, что называют совершенным мгновенным просветлением. Помни об этом. О сын благородного рода, если не узнаешь их сейчас и не избавишься от страха, то все мирные божества проявятся в форме Махакалы, а все гневные в форме царя Дхармы, владыки смерти. И ты продолжишь блуждать в сансаре, а все твои проекции обратятся в демонов. О сын благородного рода, если ты не распознаешь свои проекции, то не станешь Буддой, даже если практиковал Дхарму целую вечность и изучил все сутры и тантры. Но если распознаешь свои проекции, то одной этой тайны и одного слова достанет, чтобы стать Буддой. И если ты не распознаешь свои проекции, они явятся к тебе по смертам Бардо Дхарматы в форме царя Дхармы, владыки смерти. Огромнейшие из владык смерти заполняют все небо. Средние подобны горе Меру, они приходят, заполняя всю вселенную. Со скаленными зубами, кусающими нижнюю губу, с неподвижным взором, с волосами, связанными в пучок на макушке, с огромными животами и тонкими шеями, с записями кармы в руках, с криками «Бей! Убивай!» сосущими мозг, сносящими головы с плеч, вырывающими внутренности. Вот какими они придут, заполняя всю вселенную. О, сын благородного рода! Когда проекции предстанут в таком виде, не пугайся. Ты сейчас обладаешь ментальным телом бессознательных склонностей, так что если даже тебя убьют и разрежут на части, ты не умрешь. В действительности ты естественная форма пустоты, так что бояться нечего. И сами владыки смерти не что иное, как порождение собственного твоего сияющего ума. Они невещественны. Пустота не может причинить вреда пустоте. Знай, что в реальности, вне твоего сознания, ни мирных, ни гневных божеств, ни хирург, пьющих кровь, ни обладателей звериных и птичьих голов, ни радужных огней, ни устрашающих форм владык смерти не существует. Все они порождение спонтанной игры твоего ума. Если ты поймешь это, весь твой страх естественным образом освободится, и достигнув неразрывного слияния, ты станешь Буддой. Если распознаешь эти формы, то поймешь, что они твои едамы. С великой и благоговейной любовью помышляй так. Они вышли приветствовать меня на опасном пути через Бордо. Я найду в них прибежище. Вспомни о трех драгоценностях. Вспомни о своем едаме. Назови его по имени и взмолись к нему в таких словах. Я блуждаю в Бордо. Спаси же меня. Не оставь меня своим состраданием о драгоценной едам. Назови по имени своего гуру и взмолись к нему. Я блуждаю в Бордо. Спаси же меня. Не оставь меня своим состраданием. Исполнившись любовного стремления, взмолись божествам, пьющим кровь, и произнеси это молитвенное чаяние. Пока я блуждаю в сансаре, пробиваясь сквозь мощные бессознательные склонности, пусть в лучезарности отказа от всякого страха ступают предо мной благословенные мирные гневные, а позади меня гневные богини царицы пространства. Пусть помогут мне на опасном пути через Бордо и приведут меня к совершенному состоянию Будды. Я расстался с возлюбленными друзьями. Я блуждаю в одиночестве. И ныне, когда являются пустые формы собственных моих проекций, пусть Будды не спошлют силу своего сострадания, дабы не явились ужасы Бордо. Когда воссияют пять лучезарных светов мудрости, да узнаю я себя, не устрашившись. Когда явятся формы мирных и гневных, да узнаю я Бордо с уверенностью бесстрашия. Когда я буду страдать под действием дурной кармы, да избавит меня мой едам от всех страданий. Когда звук Дхарматы взревет тысячи громов, да обратятся все они в звук шести слогов. Когда я буду следовать своей карме, не находя прибежище, да станет моим прибежищем владыка великого сострадания. Когда я буду страдать от кармы бессознательных склонностей, да высияет самадхи блаженство и лучезарности, да не восстанут против меня пять элементов, да узрю я области пяти бут. Произнеси это молитвенное чаяние с глубоким благоговением. Все страхи рассеются, и ты непременно станешь буддой самбхогакайе, так что эта молитва очень важна. Не отвлекайся. Склоняюсь в почтении пред божествами, гуру, едамами и докинями, да приведут они к освобождению в Бордо. Последние наставления о Бордо – становление. О сын благородного рода, слушай внимательно и старайся понять. Обитатели ада, боги и тело Бордо рождаются спонтанно. Когда в Бордо-дхарматы появлялись мирные и гневные божества, ты не узнал их. И вот по прошествии пяти с половиной дней обомлел от страха. Когда же очнулся, сознание твое прояснилось, и ты обрел тело, подобное прежнему. В Тантре сказано. Обладающий прошлым и будущим материальным телом Бордо становления, наделенный полнотой чувств, движущийся беспрепятственно, владеющий силой чудес, дарованный кармой, зримый чистыми очами богов той же природы. Прошлое здесь означает, что ты обладаешь телом, подобным прежнему твоему телу из плоти и крови, ибо сохранил о нем воспоминания. Но здесь тело это сияет и несет на себе некоторые знаки тела золотого века. Его называют также ментальным телом опыта Бордо. В то же время, если тебе предстоит переродиться богом, ты будешь переживать опыт сферы богов. И кем бы тебе не предстояло родиться, завистливым богом ли, человеком, животным, голодным духом или обитателем мада, ты будешь переживать опыт соответствующей сферы. Поэтому прошлое означает, что четыре с половиной дня ты будешь обладать материальным телом воспоминаний о твоем прежнем теле, а будущее, что по истечении этого срока ты будешь переживать опыт той сферы, в которую попадешь при последующем перерождении. Вот почему сказано – прошлое и будущее. Какие бы проекции ни возникли в это время, не следуй за ними, не поддавайся их притяжению, не томись о них. Если они привлекут тебя, если ты устремишься к ним, то останешься блуждать в шести сферах и терпеть страдания. Вплоть до вчерашнего дня тебе являлись проекции Бардон-Харматы, но ты не распознал их, а потому теперь блуждаешь здесь. Ныне же, если можешь медитировать, не отвлекаясь, прибудь в чистом обнаженном уме, в лучезарной пустоте, которую показывал тебе твой гуру. Покойся без напряжения в состоянии неприсвоения и недеяния. Тогда ты достигнешь освобождения и не войдешь в чрево. Если ты не сможешь распознать сущность видений, визуализируй своего едама или гуру у себя над головой и исполнись глубочайшей благоговейной любви и преданности. Это очень важно. И опять-таки не отвлекайся. О, сын благородного рода, слушай, не отвлекаясь, наделенный полнотою чувств, означает, что даже если при жизни ты был слеп, глух, хром и так далее, то теперь в состоянии бордо глаза твои видят формы, уши слышат звуки, и все твои чувства ясны и безупречны, поэтому сказано наделенной полнотою чувств. Это знак того, что ты умер и блуждаешь в состоянии бордо, так что распознай истину, вспомни наставление. О, сын благородного рода, беспрепятственно означает, что ты обладаешь ментальным телом, и ум твой отделен от твоей опоры, а материального тела ты не имеешь. Так что ныне ты можешь пройти туда и обратно сквозь саму гору Меру, царицу гор, и сквозь что угодно, исключая только чрево твоей матери и престол Ваджры. Это знак того, что ты блуждаешь в бордо становления, так что вспомни учение своего гуру, и взмолись владыке великого сострадания. О, сын благородного рода, владеющий силой чудес, дарованный кармой, означает, что ты обладаешь чудесными способностями, проистекающими из кармической силы твоих деяний, а не тех, что обретаются благодаря медитации или добродетелям. Ты можешь обогнуть в единый миг все четыре континента и гору Меру, и перенестись в любое место, лишь только помыслив о нем, или за время, которое нужно человеку, чтобы протянуть и опустить руку. Но все эти многообразные способности тебе не нужны, не думай о них. Ныне ты способен явить их без труда, ты можешь совершить все, о чем только помыслишь, и нет такого деяния, что было бы тебе не под силу. А потому распознай истину и взмолись своему гуру. О, сын благородного рода, зримый чистыми очами богов той же природы, означает, что все, кому предстоит при перерождении обрести одинаковую природу, видят друг друга в состоянии бордо. Так друг друга видят те, кому предстоит переродиться богами, и точно так же видят друг друга все, кому предстоит сообща переродиться в той или иной из шести сфер. Не стремись к ним, но медитируй на владыку великого сострадания. Зримый чистыми очами богов означает также доступный чистому божественному оку медитирующих в истинном самадхи, а не только тому сверхъестественному зрению, что обретают боги, благодаря накопленным заслугам. Впрочем, медитирующие видят этим зрением не всегда, если они сосредоточатся на зрении, то увидят, если же не сосредоточатся, а также если медитация будет нарушена, то не увидят. О сын благородного рода, обладая таким телом, ты увидишь свой дом и родных, как если бы встретился с ними во сне, но говоря с ними, не получишь ответа. Ты услышишь, как плачут твои родные и близкие, и подумаешь, я умер, что же мне делать? Боль охватит тебя, подобное мукам рыбы, бьющейся на горячем песке. Но к чему страдать, если у тебя есть гуру, взмолись ему или взмолись едаму, владыке великого сострадания. Хотя ты и привязан к своим родным, это ничего не даст, поэтому отрешись от привязанности, взмолись, владыке великого сострадания и избавишься от страданий и страха. О сын благородного рода, неуемный ветер кармы уносит твой ум лишенной опоры, словно перышко, подхваченное могучим вихрем, оно мчится верхом на коне ветра, не зная покоя. Ты скажешь плакальчикам, я здесь, не плачьте, но они тебя не услышат, и ты подумаешь, я умер, и великая боль охватит тебя. Но не надо страдать, повсюду будет серая дымка, подобная бледному свету осеннего утра, ни день, ни ночь. Состояние бордо этого свойства продлится неделю, две, три, четыре, пять, шесть или семь недель, но не дольше сорока девяти дней. Говорят, что страдания в бордо становления обычно длятся двадцать один день, но полной уверенности в этом быть не может, ибо все здесь зависит от влияния кармы. О сын благородного рода, яростный ураган кармы, устрашающий невыносимый, будет подгонять тебя, толкая в спину. Не бойся его, это твоя собственная помраченная проекция. Пред тобою непроглядная тьма, устрашающая невыносимая, полная криков «Бей! Убивай! Не бойся их!». Те же, кто сотворил много зла, увидят порожденные своей кармой сонмы демонов, пожирающих плоть, потрясающих оружием и спускающих боевые кличи. Кричащих «Бей! Убивай!». Тебе покажется, что лютые дикие звери и воинство гонятся за тобою, и ты бежишь от них сквозь снег и дождь, бурю и мрак. Ты услышишь звуки горных обвалов и наводнений, лесных пожаров и свирепых ветров. В ужасе ты ринишься прочь, но путь тебе преградят три пропасти – белая, красная и черная. Они глубоки и ужасны, и ты поймешь, что сейчас низвергнешься в них. «О сын благородного рода, знай, что это вовсе не пропасти, а агрессия, страсть и заблуждение. Распознай, что ты находишься в бордо существования, и воззови по имени к владыке великого сострадания. О владыка великого сострадания, о мой гуру, о три драгоценности, не допустите, чтобы я пал в преисподнюю. Пылко взмолись об этом, не забудь. Те же, кто накопил заслуги, вел добродетельную жизнь и искренне практиковал дхарму, испытают всевозможные совершенные наслаждения, блаженства и счастья. А те, кто предавался вялости и безразличию и не творил ни добра, ни зла, не испытают ни наслаждения, ни боли, но только вялость и безразличие. Что бы ни случилось, о сын благородного рода, какие бы удовольствия и предметы желания не встали на твоем пути, не позволяй себя увлечь и не желай их. Предлагай их в дар своему гуру и трем драгоценностям. Отрекись от привязанности и томления в сердце своем. Если же ты испытаешь безразличие, лишенное и наслаждения, и боли, то пусть сознание твое пребудет в состоянии великой печати, не погружаясь в медитацию, но и не отвлекаясь. Это очень важно. О, сын благородного рода, мосты, святилища и монастыри, хижины, ступы и так далее дадут тебе пристанище на краткий миг, но надолго ты в них не останешься. Поскольку ум твой отделен от тела, ты не можешь успокоиться, страдаешь от гнева и холода, и сознание твое становится легковесным и торопливым, непостоянным и неустойчивым. Затем ты подумаешь, увы, я умер, что же мне теперь делать? И при мыслие этой сердце твое внезапно сделается пустым и холодным, и постигнет тебя глубокая безмерная мука. Но ты должен двигаться дальше, нигде не задерживайся, а потому не предавайся никаким раздумьям, пусть ум твой покоится в своем изначальном состоянии. Наступит время, когда у тебя не будет иной пищи, нежели та, что принесена тебе в жертву, а положиться в том с полной уверенностью на друзей нельзя. Таковы признаки того, что ты обладаешь ментальным телом и блуждаешь в бордо становления. В это время наслаждение и боль зависят от твоей кармы. Ты увидишь родные края, друзей и близких, увидишь свое собственное мертвое тело и подумаешь, я теперь мертв, что же мне делать? Твое ментальное тело будет охвачено глубокой мукой, и ты подумаешь, почему не найти какое-нибудь тело, и ты примешься бродить повсюду в поисках тела. Но даже если вновь и вновь, хоть до девяти раз, будешь ты пытаться войти в свое мертвое тело. Оно окажется уже замерзшим от зимнего холода или разложившимся от летней жары. Или обнаружится, что родственники твои сожгли его, предали земле, или отдали на съедение птицам и диким зверям, ибо слишком много времени ты провел в бордот харматы. Так что снова войти в прежнее свое тело ты не сможешь. Великое отчаяние охватит тебя, и тебе покажется, что со всех сторон тебя стиснули валуны и каменистая земля. Этот род страдания и есть бордо становления. В поисках тела ты не найдешь ничего, кроме страданий. Так что отрекись от стремления к телу и прибудь, не отвлекаясь в состоянии недеяния. О сын благородного рода, слушай. Эти страдания ты претерпеваешь из-за собственной своей кармы, и никого иного в этом винить нельзя. Это собственная твоя карма, так что пылко взмолись ныне трем драгоценностям, и они защитят тебя. И если же ты не взмолишься подобным образом, и если ты не знаешь, как медитировать на великую печать, и не медитируешь на своего едама, то благая совесть тебе соберет все твои благие деяния и сочтет белые камешки, а дурная совесть тебе соберет все твои дурные деяния и сочтет черные камешки. В это время охватит тебя великий страх и ужас, ты задрожишь и солжешь, молвив, я не грешил. И тогда владыка смерти скажет, я посмотрю в зеркало кармы. И все твои грехи и добродетели внезапно появятся в этом зеркале ясно и отчетливо. Так что ложь твоя ничем тебе не поможет. И тогда владыка смерти накинет тебе на шею петлю и повлечет тебя за собой. Он отсечет тебе голову, вырвет сердце, вывернет чрево, высосет мозг, выпьет кровь, пожрет твою плоть и изгложет твои кости. Однако ты не умрешь. Хотя тело твое и будет разорвано на части, ты оживешь вновь. Так тебя будут рассекать на части снова и снова, причиняя тебе ужасные муки. Посему не бойся, когда белые камушки будут сочтены. Не лги и страшись, владыки смерти. Ты сейчас обладаешь ментальным телом, так что если даже тебя убьют и разрежут на части, ты не умрешь. В действительности ты естественная форма пустоты, так что бояться тебе нечего. И владыка смерти не что иное, как естественная форма пустоты, собственная твоя помраченная проекция. И сам ты, пустота, ментальное тело бессознательных склонностей. Пустота не может причинить вреда пустоте, лишенная качеств не может причинить вреда лишенному качеств. И владыка смерти, и добрые, и злые духи, и буйвологоловый демон не обладают реальностью вне твоих собственных помраченных проекций. Так что признай это. Сей же миг распознай во всем происходящем. Бардо. Медитируй на самадхи Великой Печати. Если не знаешь, как медитировать, внимательно взгляни на сущность того, что заставляет тебя бояться. И ты увидишь пустоту, не обладающую вовсе никакой природы. Это и называется Дхармакайей. Но пустота это не отрицание. Пустая сущность твоего страха – ум, обладающий великим осознанием и ясностью. Это ум самбхогакайи. Пустота и лучезарность связаны друг с другом неразрывно. Лучезарность – сущность пустоты, а пустота – сущность лучезарности. Ныне неразделимый союз лучезарности и пустоты, обнаженный ум, очищенно погружен в свое несотворенное состояние. Это свабхавикакайя. Его изначальная энергия проявляется повсюду беспрепятственно. Это нирманакайя, исполненное сострадание. О сын благородного рода, взирай на происходящее так, не отвлекаясь. Как только распознаешь, непременно достигнешь полного просветления в четырех каях. Не отвлекайся. Здесь проходит граница, отделяющая Будд от разумных существ. Вот как сказано об этом мгновении. В единый миг они разделяются. В единый миг достигается полное просветление. Вплоть до вчерашнего дня ты отвлекался, а потому так и не распознал сущность видений и до сих пор объят страхом, хотя большая часть состояния Бордо уже прошла перед тобой. Если и теперь ты отвлечешься, то веревка сострадания оборвется, и ты падешь вместо, освобождения откуда не будет. Поэтому будь внимателен. О сын благородного рода, если ты не умеешь медитировать подобным образом, то вспомни Будду, Дхарму и Сангху. Вспомни владыку великого сострадания и взмолись им. Медитируй на все эти устрашающие проекции, как на владыку великого сострадания или на своего едама. Вспомни своего гуру и тайное имя передачи, которое ты носил в мире людей, и назови его царю Дхармы, владыке смерти. Даже если ты упадешь в пропасть, падение не причинит тебе вреда, так что отринь страх и ужас. Опыт, который ты переживаешь сейчас, будет ввергать себя то в радость, то в печаль ежесекундно, со скоростью камня, выпущенного из метательной машины. Поэтому не создавай в себе никакой страсти, никакой агрессии. Если тебе предназначено переродиться в высшей сфере, ты переживаешь опыт высших сфер. Но может случиться так, что твои родственники в покинутом тобой месте в то же время приносят в жертву животных, посвящая их умершему. В результате у тебя могут возникнуть нечистые мысли, и неистовый гнев, охвативший тебя, ввергнет тебя в сферу ада. Поэтому, что бы ни происходило в месте, которое ты оставил, не гневайся, но медитируй на доброту. Если ты привязан к имуществу, которое оставил после себя, или к мыслям о том, что кто-то другой теперь владеет и наслаждается твоими вещами, ты разгневаешься на людей, оставшихся в мире живых. А в результате наверняка переродишься в сфере голодных духов или в преисподней, даже если тебе предназначалось родиться в высшей сфере. В любом случае, хоть ты и привязан к оставленным вещам, обладать ими ты больше не можешь. В них нет для тебя никакого проку, так что отринь привязанность и тоску о покинутых вещах. Откажись от них и будь тверд в своем решении. Кто бы ни наслаждался сейчас твоими вещами, не считай их своими и не сожалей о них. Сосредоточившись все цело, подумай, что приносишь их в дар своему гуру и трем драгоценностям, и прибудь в состоянии, лишенным всяких желаний. Когда для тебя исполняют ритуал канканьи, когда для тебя проводят очищение от низших сфер и так далее, то при дарованном тебе кармой сверхъестественно тонком восприятии ты заметишь, что обряды эти проводят не точно, лениво, невнимательно и так далее. Или недостаточно заботливо, или не соблюдая обеты самайи, ты ощутишь неверие и сомнения, ты подметишь греховные поступки, внушенные страхом, ты увидишь, что участники обряда не соблюдают чистоту и так далее. И ты подумаешь, увы, они обманывают меня, они меня обманывают. И при мысли о том тебя охватит великая скорбь и отчаяние, и ты не только ощутишь, что лишился чистой преданности, но и сам поддашься сомнением и утратишь веру, а все это непременно увлечет тебя в низшие сферы. Все это не просто бесполезно, а очень вредно, поэтому с какими бы ошибками твои духовные друзья не совершали обряды, помысли с чистой верой и преданностью. Что ж, мои проекции нечисты, но разве может быть что-то нечистым в словах Будды? Все это вызвано собственными моими нечистыми проекциями, все равно, что изъяны моего лица отражаются в зеркале. Что же до этих людей, то тело их Сангха, речь их священная Дхарма, а ум их природа Будды, посему я найду в них прибежище. И тогда все, что будет происходить в покинутом тобою месте, поможет тебе. Поэтому чистые помыслы такого рода очень важны. Помни об этом. Если тебе предназначено переродиться в одной из трех низших сфер, ты переживаешь связанный с ней опыт. Но может случиться так, что твои родственники в покинутом тобою месте исполняют благочестивые обряды, не совершая греха, а гуру и учителя практикуют священную Дхарму в совершенной чистоте тела, речи и ума. Увидев их, ты испытаешь великую радость, благодаря чему немедленно переродишься в высшей сфере, хотя и было тебе предназначено пасть в одну из трех низших сфер. Вот почему очень важно избавиться от нечистых мыслей и ощутить чистую непредвзятую преданность. Так что будь осторожен. О сын благородного рода, подводя итоги, знай, что ныне в состоянии бордо ум твой лишен опоры, а потому легок и весьма подвижен. И все благое и дурное, что возникает в нем, обладает теперь великой силой. Поэтому не думай ни о каких злодеяниях, но вспоминай добродетельные поступки. Если ты не практиковал Дхарму, пробуди в себе чувство любовной преданности и предайся чистым помыслам. Взмолись своему едаму и владыке великого сострадания и с глубоким сосредоточением произнеси это молитвенное чаяние. Я расстался с возлюбленными друзьями, я блуждаю в одиночестве, и ныне, когда являются пустые формы собственных моих проекций, пусть Будда не спошлют силу своего сострадания, дабы не явились ужасы бордо. Когда я страдаю под влиянием дурной кармы, пусть мой едам изгонит все страдания. Когда звук дхарматы взревет тысячи громов, да обратятся они в звук шести слогов. Когда я буду следовать своей карме, не находя прибежище, да станет моим прибежищем владыка великого сострадания. Когда я буду страдать от кармы бессознательных склонностей, да воссияет самадхи блаженства и лучезарности. Произнеси эту молитву с пылкой любовью, и она непременно выведет себя на верный путь. Твердо веруй в то, что она тебе поможет. Это очень важно. О сын благородного рода, если ты не понял, что происходило прежде, то отныне тело, которым ты обладал в своей прошлой жизни, будет постепенно исчезать, а тело твоей будущей жизни появляться все отчетливее. Ты опечалишься и подумаешь, я так страдаю в этом состоянии. Поищу другое тело, какое бы ни появилось, и станешь двигаться вокруг, назад и вперед, навстречу всему, что бы ни появилось. В это время возгорятся шесть огней шести сфер существования, и та сфера, в которой тебе предстоит родиться под влиянием твоей кармы, будет сиять ярче всех. О сын благородного рода, слушай! Если спросишь, каковы эти шесть огней, то знай, что возгорится тусклый белый свет богов, а с ним красный свет завистливых богов, синий свет людей, зеленый свет животных, желтый свет голодных духов и дымчато-серый свет обитателей ада. Таковы эти шесть огней. И в этот миг твое тело окрасится в цвет того места, где тебе предстоит родиться. О сын благородного рода, сейчас ты во что бы то ни стало должен внять этому наставлению. Какой бы свет ни воссиял, медитируй на него, как на владыку великого сострадания. Медитируй на мысль о том, что всякий возгоревшийся свет есть владыка великого сострадания. Это глубочайшее и важнейшее указание. Оно необходимо, ибо предотвратит новое рождение. Медитируй как можно дольше на своего едама, как на видение, не имеющее собственной реальной сущности, то есть подобное иллюзии. Это чистое иллюзорное тело. Затем пусть едам постепенно исчезнет, истаив от краев к сердцевине, а ты прибудь какое-то время в непостижимом состоянии пустоты и лучезарности, слит их воедино, где не существует ничего. Затем снова медитируй на едама, а затем снова на лучезарность. Медитируй так поочередно, а затем пусть даже сам ум твой исчезнет, истаив от краев к сердцевине. Где есть пространство, там есть ум, а где есть ум, там дхармакая. Безмедежно прибудь в простоте и безличности дхармакайи. О сын благородного рода, если ты не распознал, что происходило до сих пор, то теперь ты почувствуешь, как сила кармы влечет тебя вверх, в сторону или вниз. Тогда медитируй на владыку великого сострадания. Не забудь. Затем ты испытаешь нечто подобное тому, что происходило раньше. Вихри, снег и град обрушатся на тебя. Тьма сгустится вокруг, толпы людей будут преследовать тебя, а ты бежать от них прочь. Те, у кого нет заслуг, почувствуют, что впереди их ждет место мучений, а обладающие заслугой почувствуют, что вот-вот достигнут места блаженства. В это время, о сын благородного рода, явятся все признаки страны и места, где тебе предстоит переродиться. Поэтому слушай теперь, не отвлекаясь, ибо в наставлении это много важнейших и необходимых указаний. Пусть ты прежде не постиг тайные способы распознания, эти наставления поймет даже тот, кто почти не практиковал. Так что слушай. О, сын благородного рода, ясно визуализируй своего едама как видение, не имеющее собственной реальной сущности, подобное иллюзии или отражению луны в воде. Если у тебя нет едама, место его займет сам великий владыка сострадания. Визуализируй его как можно четче и ярче. Затем пусть едам постепенно исчезнет, исстаив от краев к сердцевине, а ты медитируй на лучезарности пустоту, слитой воедино, не направляя мысль ни на какой объект. Это глубочайшая тайна. Говорят, что таким способом можно избежать вхождения в чрево. Поэтому медитируй, как тебе сказано. Но если это тебя не остановит, и ты почувствуешь, что вот-вот войдешь в чрево, то на помощь тебе придут подробные наставления о том, как затворить врата, которые собираются войти. Так что слушай, повторяй вслед за мной слова из стихов о сущности Бардо. Ныне, когда Бардо становление брежет предо мной, я сосредоточу свой ум на стремлении к одной цели и буду стремиться продлить последствия благой кармы, затворить врата чрево и вспомнить о сопротивлении. Настало время для стойкости и чистых помыслов. Отринь зависть и ревность и медитируй на гуру и его супругу. Произнеси эти слова вслух ясно и отчетливо и пробуди в себе воспоминания. Очень важно сейчас медитировать на смысл этих слов и следовать им на деле. Смысл же их таков. Ныне, когда Бардо становление брежет предо мною, означает, что сейчас ты блуждаешь в Бардо становление. Признаки этого таковы. Если ты посмотришь на воду, то не увидишь своего отражения и тело твое не отбрасывает тени. Теперь у тебя нет материального тела из плоти и крови, но налицо признаки ментального тела, блуждающего в Бардо становление. Поэтому ты должен теперь полностью сосредоточиться на одной цели и не отвлекаться. Сейчас самое важное удерживать полное сосредоточение. Это все равно, что править лошадью без узды. На чем бы ты не сосредоточился, это тут же случается. Поэтому не думай о дурных деяниях, но вспомни о дхарме, о передачах учения и о наставлениях таких текстов, как это освобождение посредством слушания, полученных тобою в мире людей, и старайся продлить последствия благой кармы. Это очень важно. Не забудь, не отвлекись. Это время — граница между восхождением и нисхождением. Если сейчас ты поддашься ленности хоть на мгновение, то будешь страдать целую вечность. Если сейчас ты сосредоточишься всецело, то навеки обретешь счастье. Сосредоточь свой ум на единой цели, стремись продлить последствия благой кармы. Ныне настало время приблизиться к вратам чрева. Сказано — затворить врата чрева и вспомнить о сопротивлении. Настало время для стойкости и чистых помыслов. И вот это время пришло. Прежде всего следует затворить врата чрева, а для этого существует пять способов. Постарайся понять их как следует. О, сын благородного рода! В это время явятся проекции мужчин и женщин, занимающихся любовью. Когда увидишь их, не вставай между ними, но медитируй на этих мужчину и женщину, как на гуру и его супругу. Не забудь! Мысленно прострись ниц и принеси дары с глубочайшей преданностью и любовью и попроси о наставлениях. Как только ты сосредоточишься на этой мысли всецело, врата чрева непременно затворятся. Но если они не закроются, и ты почувствуешь, что вот-вот войдешь в чрево, то медитируй на гуру и его супругу, как на своего едама или владыку великого сострадания с его супругой, и мысленно принеси им дары. С глубочайшей преданностью и любовью попроси их не спаслать тебе духовное понимание, и тогда врата чрева затворятся. Но если они теперь не закроются, и ты почувствуешь, что сейчас войдешь в чрево, то вот третье наставление, следует отогнать страсть и агрессию. Есть четыре разновидности рождения. Рождение из яйца, рождение из чрева, спонтанное рождение и рождение из влаги. Из этих четырех разновидностей рождение из яйца сходно с рождением из чрева. Как и ранее, появятся проекции совокупляющихся мужчин и женщин. И если в этот миг ты войдешь в чрево под влиянием страсти и агрессии, то родишься лошадью или птицей, собакой или человеком и так далее. Если тебе предстоит родиться мужчиной, то уже сейчас ты будешь ощущать себя мужчиной, а потому тебя охватит неистовая агрессия по отношению к отцу, а к матери ты испытаешь ревность и вожделение. Если же тебе предстоит родиться женщиной, ты почувствуешь сильную зависть к матери и столь же сильное вожделение и страсть к отцу. Из-за этого ты вступишь на путь, ведущий к чреву, и, присоединившись к союзу семени яйцеклетки, испытаешь самосущее блаженство. В этом блаженном состоянии ты потеряешь сознание, а эмбрион начнет расти вширь и ввысь, и так будет до тех пор, пока тело не созреет и не выйдет из материнского чрева. Ты откроешь глаза и увидишь, что стал щенком. Прежде ты был человеком, а теперь стал собакой, и будешь страдать в конуре, а то и в свинарнике, муравейнике или червячьем ходу, или, быть может, родишься теленком, козленком или ягненком. Возвратиться сюда ты не сможешь, и придется тебе терпеть всевозможные несчастья в состоянии великой глупости и невежества. Переходя так по кругу в шести сферах обитателей ада, голодных духов и прочих, будешь ты подвергаться бесконечным страданием. Что может быть ужасней? Увы, увы, те, кто не воспринял священные наставления гуру, падут, таким образом, в великую пропасть сансары и претерпят бесконечные невыносимые страдания. Посему внимай моим словам и старайся понять эти наставления. Теперь будет дано тебе наставление о том, как затворить врата чрева, отогнав страсть и агрессию. Слушай и старайся понять. Сказано, затворить врата чрева и вспомнить о сопротивлении. Настало время для стойкости и чистых помыслов. Отринь зависть и ревность и медитируй на гуру и его супругу. Как уже было сказано, тебя хватит зависть и ревность. Если тебе предстоит родиться мужчиной, ты почувствуешь любовь к матери и ненависть к отцу. А если тебе предстоит родиться женщиной, ты почувствуешь любовь к отцу и ненависть к матери. Но существует мудрое наставление о том, как следует поступать в это время. О сын благородного рода, когда тебя хватит страсть и агрессия, медитируй так. Увы, я отягчен такой дурной кармой, что блуждаю в сансаре до сих пор. Причиной же тому страсть и агрессия. Если и впредь я буду испытывать страсть и агрессию, то буду блуждать в сансаре бесконечно и надолго паду в океан страданий. Посему теперь я отрекусь от страсти и агрессии. Увы, ныне я отрекусь от страсти и агрессии навсегда. Сосредоточившись полностью и безраздельно на этой мысли, ты затворишь врата чрева, так сказано в тантрах. О сын благородного рода, не отвлекайся, сосредоточь свой ум на единой цели. Но если даже после этого врата чрева не затворятся, и ты почувствуешь, что вот-вот войдешь в чрева, то следует затворить их с помощью наставления об иллюзорной и нереальной природе всего сущего. Медитируй так. Увы, эти отец и мать, эти великие ураганы и бури, гром и устрашающие проекции и все эти мнимые явления в действительности иллюзорны. Каким бы образом они ни возникали, они нереальны. Все субстанции мнимые, ненастоящие. Они подобны миражу, они непостоянны, они подвержены переменам. Какой смысл испытывать вожделение? Какой смысл бояться? Это значило бы относиться к несуществующему, как к существующему. Все это проекции моего ума, а поскольку ум сам по себе иллюзорен, поскольку его изначально не существует, откуда же им всем возникать? Прежде я этого не понимал, а потому принимал несуществующее за существующее, ложное за истинное, иллюзию за реальность. Вот почему я блуждал в сансаре так долго? И если я не пойму, что все это иллюзии, то останусь блуждать сансаре еще надолго и непременно поду в грязное болото страданий. Все это подобно снам, трюкам фокусника, отголоскам звука, миражам, изображениям, обману зрения, отражению луны в воде. Все это нереально даже на мгновение. Воистину все это нереально, а ложно. Если ты сосредоточишься всецело на этом убеждении, то разрушишь веру в реальность всего сущего. Такое внутреннее убеждение опровергает веру в я. Если ты постигнешь нереальность сущего всем сердцем, то врата чрева затворятся непременно. Но если даже после этого вера в реальность не разрушится, если врата чрева не затворятся, и ты почувствуешь, что сейчас войдешь в чрево, то вот еще одно мудрое наставление. О, сын благородного рода, если даже после этого врата чрева не затворятся, то следует закрыть их пятым способом. Медитации на лучезарность. Медитировать следует вот так. Все субстанции суть мой собственный ум, пустой, несотворенный и не ведающий преград. Размышляя над этим, дозволь своему уму покоиться естественно и легко в себе самом, как ему надлежит, подобно воде, вливающейся в воду. Самодостаточным, свободным, открытым и ненапряженным, не испорченным никакими посторонними влияниями. Тогда врата чрева, ведущие ко всем четырем видам перерождения, затворятся со всей непременностью. О, сын благородного рода, умерший, слушай! Ты не понял наставлений и указаний, хотя они были даны тебе во множестве. И вот теперь, если врата чрева не затворились, пришло тебе время переродиться в теле. О том, как выбрать врата чрева, существует много истинных и основательных наставлений. Так что старайся понять и не отвлекайся. Слушай внимательно, полностью сосредоточившись, и старайся понять. О, сын благородного рода, ныне явятся признаки и свойства того континента, на котором тебе предстоит родиться. Так что распознай их. Посмотри внимательно, где тебе придется переродиться, и выбери континент. Если тебе предстоит родиться на восточном континенте, имя коему благородное тело, ты увидишь озеро, в котором плавают гуси. Вспомни о сопротивлении и отвратись от этого места. Хоть оно исполнено счастье, дхарма там не процветает, поэтому не входи туда. Если тебе предстоит родиться на южном континенте, на острове розовых яблок, ты увидишь роскошные прекрасные дворцы. Войди туда, если сможешь. Если тебе предстоит родиться на западном континенте, имя коему радость коров, исполняющих желание, ты увидишь озеро, по берегам которого пасутся кони. Не иди в это место, возвращайся сюда. Хотя оно и полно великих наслаждений, дхарма там не процветает. Так что не входи туда. Если тебе предстоит родиться на северном континенте, имя коему неприятный звук, ты увидишь озеро, по берегам которого пасутся коровы или растут деревья. Распознай их как знаки перерождения и не входи туда. Хотя там можно обрести долголетие и заслуги, дхарма там не процветает. Так что не входи. Если тебе предстоит родиться богом, ты увидишь прекрасные высокие храмы, сложенные из драгоценных камней. Если ты достойно войти туда, входи. Если тебе предстоит родиться завистливым богом, ты увидишь прекрасные рощи или вращающиеся огненные колеса. Не входи туда, но вспомни о сопротивлении. Если тебе предстоит родиться животным, ты увидишь, словно в тумане, горные пещеры, норы и соломенные шалаши. Не входи туда. Если тебе предстоит родиться голодным духом, ты увидишь пни и черные высохшие деревья, неглубокие пещеры и черные ямы. И если ты войдешь туда, то родишься голодным духом и испытаешь муки, голода и жажду. Так что не входи туда, но вспомни о сопротивлении и противься изо всех сил. Если тебе предстоит родиться обитателем ада, ты услышишь пение тех, кто отягчен дурной кармой. Или тебе придется войти туда против воли. Или ты обнаружишь, что пред тобою простерлась темная земля с черными и красными домами, черными ямами и черными дорогами. Если ты войдешь туда, то попадешь в ад и подвергнешься невыносимым мукам жары и холода, от которых не будет спасения. Так что не поддавайся притяжению этой земли, не входи вовсе и будь осторожен. Сказано, затворить врата чрева и вспомнить о сопротивлении, вот что тебе нужно сейчас. О, сын благородного рода, даже если ты не пожелаешь идти, может статься, что тебе придется идти против воли. Мстители кармы подгоняют тебя сзади, мстители и убийцы тащат тебя спереди. Тьма и ураган, свирепые бури, шум и грохот, снег и дождь, лютый град и снежные метели закружат тебя, и ты побежишь от них прочь. Спасаясь от них, ты будешь искать прибежища и попытаешься укрыться или в роскошных домах, о которых уже было сказано, или в горных пещерах, норах между деревьями, в ямах или в цветках лотоса и так далее. Спрятавшись там, ты будешь сидеть, дрожа от страха, и побоишься выйти. Нельзя мне сейчас выйти отсюда, подумаешь ты, и от страха привяжешься к этому месту чрезвычайно. Тебе будет страшно встретиться вновь с этими ужасами Бордо, они испугают тебя до крайности. Вот ты спрячешься от них и примешь тело, каким бы оно ни было дурным, и претерпишь всевозможные страдания. Это знак того, что демоны и злые силы сейчас чинят тебе препятствия. На этот случай есть мудрое наставление, так что слушай и постарайся понять. Когда тебя охватят ужас и беспомощность при виде преследующих тебя мстителей, тотчас визуализируй всем своим умом благословенного Верховного Хирукум, или Хаягриву, или Ваджарапани, или своего Едама, если у тебя есть Едам. И представь его с огромным телом и крупными членами, стоящим в устрашающей позе гнева и стирающим в порошок все силы зла. Оградившись от мстителей его благословением и состраданием, ты сможешь избрать подходящие врата чрева. Такова истинная, глубочайшая тайна этого наставления. Посему постарайся понять ее как следует. О сын благородного рода, боги медитации, как и все прочее, порождается силой самадхи. Многие злые силы, такие как голодные духи и прочие, переменили свой настрой в состоянии бордо, вследствие чего могут являться в различных иллюзорных формах голодных духов и демонов и принимать соответствующее ментальное тело. Голодные духи, обитающие в морской пучине, и голодные духи, летающие в пространстве, и все 80 тысяч разрядов злых сил и так далее, приняли свои ментальные тела посредством перемены настроя. В это время лучше всего помышлять о великой печати, но если ты на это не способен, то включись в игру иллюзии. Если же ты не можешь этого, то по крайней мере ни к чему не привязывайся, но медитируй на Едама, владыку великого сострадания, и ты станешь сам Бхогакая Буддой в состоянии бордо. О, сын благородного рода, если под действием кармической силы ты вынужден войти в чрево таким путем, то сейчас тебе будут даны наставления о том, как выбрать врата чрева. Слушай, не входи в первое попавшееся чрево. Если придут мстители, и ты будешь вынужден войти в чрево, медитируй на Хаягриву. Поскольку сейчас ты обладаешь сверхъестественно тонким восприятием, тебе предстанут все эти места по очереди, так что сделай правильный выбор. Есть два наставления, о переносе в чистую страну Будды и о выборе нечистых сансарических врат чрева, поэтому действуй так. Перенос в чистую страну, область очищенных способностей осуществляется так. Ах, как печально, что я до сих пор остаюсь в этом грязном болоте сансары, проведя в нем бесчетные века без конца и начала. Многие уже стали Буддами, а я до сих пор не освободился. Отныне я питаю отвращение к сансаре. Я боюсь ее. Я от нее устал. Пришло время приготовиться к спасению, так что теперь я должен достичь спонтанного перерождения в цветке лотоса уста Будда Митабхи в западной области блаженства. С этой мыслью полностью сосредоточься на западной области блаженства. Это чрезвычайно важно. Какой бы области ты ни обратился с полным сосредоточением и не отвлекаясь к чистой стране или к области совершенной радости, к плотно заполненной области или к области ивовых листьев, к горе Пальм или ко дворцу лотосового цвета Вургянс, ты переродишься в этой области тотчас. И если же ты пожелаешь предстать пред владыкой Майтреей в радостной области, сосредоточься на такой мысли. В этот миг в состоянии Бордо пришло мне время предстать пред царем Дхармы Майтреей в радостной области, так что отправлюсь туда, и ты спонтанно переродишься в сердце лотоса пред лицом Майтреи. И если же ты не сможешь этого сделать и пожелаешь войти в чрево, либо обнаружишь, что вынужден в него войти, то вот наставление о том, как выбрать нечистые сансорические врата чрева. Слушай же, прибегнув к своему сверхъестественному восприятию, как и прежде, осмотри континент, на котором тебе предстоит родиться, и выбери место, где процветает Дхарма. Если тебе предстоит спонтанно переродиться в отвратительной навозной кучи, запах ее покажется тебе сладким и манящим, и ты поддашься ее притяжению и переродишься там. Поэтому, что бы тебе ни явилось, не доверяй тому, что видишь и чувствуешь, но отвратись от всех признаков вожделения и ненависти, и избери врата чрева в соответствии с наставлениями. И здесь очень важно сосредоточиться на следующей мысли. Я буду рожден властителем мира ради блага всех разумных существ, или брахманом, подобным великому дереву сала, или сыном сидхи, или в семье, поддерживающей чистую традицию Дхармы, или у отца и матери твердых в вере, и приняв тело, наделенное достоинствами, которые могут послужить благу всех разумных существ, и я буду творить добро. Входить во врата чрева следует, сосредоточившись на этой мысли. В этот миг благослови чрева, в которую ты входишь, как во дворец богов, и взмолись к Буддам и Бодхисаттвам десяти направлений, а также едамам и в особенности владыке сострадания, и войди в чрева, исполнившись стремление к передаче. Под влиянием дурной кармы можно ошибиться при выборе врат чрева, приняв благие врата чрева за дурные, или дурные за благие. Поэтому внять сущности наставлений здесь, опять-таки, очень важно. Поступай так. Даже если врата чрева покажутся благоприятными, не верь этому. И даже если они покажутся дурными, не питай к ним отвращения. Истинная, глубочайшая и важнейшая тайна в том, чтобы погрузиться в наивысшее состояние равновесия, в котором нет ни благоприятного, ни дурного, ни влечения, ни отвращения, ни страсти, ни агрессии. О, сын благородного рода, если ты не знаешь, как избрать врата чрева, и не можешь отречься от страсти и агрессии, то какие бы видения ни предстали тебе, воззови к трем драгоценностям и найди в них прибежище. «Взмолись, владыки великого сострадания, ступай вперед с высоко поднятой головой, откажись от привязанностей и тоски о друзьях и родных, сыновьях и дочерях, которых ты оставил. Они не могут помочь тебе. Войди в синий свет мира людей или в белый свет мира богов. Войди в драгоценные дворцы и сады наслаждений». Молитва, защищающая от страха, в Бордо «Ныне, когда странствие жизни моей подошло к концу, и никто из родных не ушел со мною вместе из этого мира, и я один блуждаю в состоянии Бордо, да не спошлют мирные и гневные Будды силу своего сострадания и разгонят плотную тьму невежества. «Ныне, когда я расстался с возлюбленными друзьями и блуждаю в одиночестве, когда являются пустые формы моих собственных проекций, да не спошлют Будды силу своего сострадания, дабы не явились ужасы Бордо. Когда воссияют пять лучезарных светов мудрости, да узнаю я себя, не устрашившись, когда явятся формы мирных и гневных, да распознаю я Бордо с уверенностью бесстрашия. Когда я буду страдать под действием дурной кармы, пусть мирные и гневные Будды избавят меня от всех страданий. Когда звук Дхарматы взревет тысячу громов, да обратятся все они в звук учения Махаяны. Когда я буду следовать своей карме, не находя прибежище, да станут мне прибежищем мирные и гневные Будды. Когда я буду претерпевать карму бессознательных склонностей, да воссияет с Хамадхи блаженство и лучезарность. В миг спонтанного рождения в Бордо становления, да не восстанут ложные учения искусителей. Когда сверхъестественной силой я смогу попасть, куда пожелаю, да не восстанут иллюзорные ужасы дурной кармы. Когда взревут лютые хищные звери, да станет это трех звуком Дхармы шестью слогами. Когда снег и дождь, ветер и тьма будут гнать меня, да обрету я чистое божественное око мудрости. Пусть все разумные существа той же сферы, пребывающие в Бордоне, поддавшись зависти, переродятся в высшем состоянии. Когда страсти пробудят великую жажду и голод, да не постигнут их муки жажды и голода, зноя и холода. Когда я увижу союз своих будущих родителей, да увижу я мирных и гневных бунт с их супругами, наделенной силой избрать себе место рождения ради блага других существ, да обрету я совершенное тело, украшенное благоприятными признаками. Когда я обрету совершенное человеческое тело, пусть все, кто увидит и услышит меня, тотчас освободятся, да не последую я своей дурной карме, да последую я своим накопленным заслугам и приумножу их. Где бы я ни родился, пусть в том самом месте встречу я едам о этой жизни лицом к лицу, да смогу я ходить и говорить от самого рождения, и обрету силу защиты от забвения и памяти о прошлых жизнях. На всех ступенях обучения, и высокой, и средней, и низкой, да буду я обретать понимание, только лишь слушая, размышляя и глядя, где бы я ни родился, да будет та земля благословенна, дабы все разумные существа в ней обрели счастье. О мирные и гневные Будды, пусть и я, и другие уподобимся вам, станем точь-точь, как вы. Обретем ту же форму и те же благоприятные признаки, свиту и долгу в жизни царства, как у вас. Саманта, Бхадра, мирные и гневные, безграничное сострадание, сила истины чистой Дхарматы, и последователи Тантры в сосредоточенной медитации, да благословят это молитвенное чаяние, дабы свершилось все, что в нем сказано. Стихи о сущности шести Бардо Ныне, когда Бардо рождение брежет предо мной, я трину праздность, ибо в жизни на нее нет времени, вступлю на путь сосредоточенного обучения, размышления и медитации, следуя по пути проекции и ума, я проявлю три каи, на сей раз, когда я обрел человеческое тело, на этом пути нет времени для блужданий ума. Ныне, когда Бардо сновидений брежет предо мной, я трину сон беспечного невежества, подобный состоянию трупа, и позволю мыслям своим войти в их естественное состояние, сохраняя полную сосредоточенность, управляя сновидениями и преображая их лучезарность. Я не буду спать, как животное, но соединю сон и практику нераздельно. Ныне, когда Бардо с амадхи медитацией брежет предо мной, я отрину всю толпу отвлечений и помрачений, и спокойно пребуду в этом состоянии беспредельности, ни к чему не привязываясь и ни о чем не тревожась. Я утвержусь в двух практиках, визуализации и полной практики, пребывая в медитации, сосредоточившись на одном и отказавшись от всякой деятельности, я не попаду во власть помраченных эмоций. Ныне, когда Бардо предсмертного мига брежет предо мной, я отрину всякое присвоение и томление. Все привязанности вступлю, не отвлекаясь, в чистое сознание и учение. Исторгну свое сознание в пространство вечносущего ума. Покидая это смешанное тело из плоти и крови, я пойму, что оно есть приходящая иллюзия. Ныне, когда Бардо Дхарматы брежет предо мной, я отрину все мысли о страхе и ужасе, распознаю во всем возникающем собственную мою проекцию и признаю в нем видение Бардо. Ныне, достигнув этой переломной точки, я не устрашусь мирных и гневных собственных моих проекций. Ныне, когда Бардо становления, брежет предо мной, я сосредоточу свой ум на стремлении к одной цели и буду стремиться продлить последствия благой кармы, затворить врата чрева и вспомнить о сопротивлении. Настало время для стойкости и чистых помыслов. Отринь зависть и ревность и медитируй на Гуру и его супругу. Блуждать умом и не думать о грядущей смерти, предаваться всем этим бессмысленным занятиям и вернуться с пустыми руками, теперь было бы полным помрачением. Узнавание священной Дхармы вот что необходимо. Так почему бы не приступить к практике Дхармы сей же миг? Из уст сидхов изошли такие слова. Если ты не хранишь учения Гуру в своем сердце, не обманываешь ли ты сам себя? Молитва об избавлении от опасного пути через Бардо склоняюсь в почтении пред Гуру едамами и докинами своей великой любовью пусть они направят нас на путь. Пока я блуждаю в сансаре, пробиваясь сквозь помрачение, пусть на лучезарном пути сосредоточенного обучения, размышления и медитации ступают предо мною Гуру священной традиции, а позади меня их супруги Сон Мадакинь, пусть помогут мне на опасном пути Бардо и приведут меня к совершенному состоянию Будды. Пока я блуждаю в сансаре, пробиваясь сквозь глубокое невежество, пусть на лучезарном пути зеркалоподобный мудрости, Дхармадхату, ступает предо мною, благословенный Вайрочана, а позади меня его супруга, царица Ваджра пространства, пусть помогут мне на опасном пути Бардо и приведут меня к совершенному состоянию Будды. Будды. Пока я блуждаю в сансаре, пробиваясь сквозь глубокую агрессию, пусть на лучезарном пути зеркалоподобной мудрости, ступает предо мною, благословенный Ваджра Садва, а позади меня его супруга Будда Лачана, и пусть помогут мне на опасном пути Бардо и приведут меня к совершенному состоянию Будды. Пока я блуждаю в сансаре, пробиваясь сквозь глубокую гордыню, пусть на лучезарном пути мудрости равенства ступает предо мною благословенный Ратна Сам Хава, а позади меня его супруга Мамаки, пусть помогут мне на опасном пути Бардо и приведут меня к совершенному состоянию Будды. Пока я блуждаю в сансаре, пробиваясь сквозь глубокую страсть, пусть на лучезарном пути мудрости и развлечения ступает предо мною благословенный Амитабха, а позади меня его супруга Пандара Васини, пусть помогут мне на опасном пути Бардо и приведут меня к совершенному состоянию Будды. Пока я блуждаю в сансаре, пробиваясь сквозь глубокую зависть, пусть на лучезарном пути мудрости свершения деяний ступает предо мною благословенный Амок Хасидхи, а позади меня его супруга Самая Тара, пусть помогут мне на опасном пути Бардо и приведут меня к совершенному состоянию Будды. Пока я блуждаю в сансаре, пробиваясь сквозь глубокие бессознательные склонности, пусть на лучезарном пути врожденной мудрости ступают предо мною ведь Ядхары воины, а позади меня их супруги Сон Мадакинь, пусть избавят меня от опасного пути через Бардо и приведут меня к совершенному состоянию Будды. Пока я блуждаю в сансаре, пробиваясь сквозь свирепые помраченные проекции, пусть на лучезарном пути отказа от всякого страха ступают предо мною благословенные, мирные и гневные, а позади меня Сон Мадакинь, царицы пространства, пусть помогут мне на опасном пути через Бардо и приведут меня к совершенному состоянию Будды. Да не восстанет против меня врагом элемент пространства, да узрю я область синего Будды. Да не восстанет против меня врагом элемент воды, да узрю я область белого Будды. Да не восстанет против меня врагом элемент земли, да узрю я область желтого Будды, Да не восстанет против меня врагом элемент огня, да узрю я область красного Будды. Да не восстанет против меня врагом элемент воздуха, да узрю я область зеленого Будды. Да не восстанет против меня радуга элементов, да узрю я области всех Будд. Да не восстанут против меня врагами звуки, света и лучи, да узрю я безграничные обители мирных и гневных, да распознаю я во всех звуках мой собственный звук. Да обрету я спонтанное знание о том, что Бордо это я сам, да войду я в области игрех, Кай.